И это так называемый марш памяти, вечный бессмертный полк. Вот смотрите, кто идет. Сотня ополченцев, причем трагедия в том, о чем я рыб, потому что я попросил открыть папку, собственно, почему не получится заморозить это. Потому что ополчение за два года стремительно помолодело. Собственно, изначальный возраст ополчения, ну это очевидный факт, он был 40 с плюсом. То есть фактически на уровне нашего, даже чуть постарше возраста. Сейчас средний возраст ополчения, вот наградный пример, вот сотни ополченцев, из них, ну средний возраст 23-25. И подрастающие 17-18-летние уже камуфляжники через пару лет, это сформированные бойцы, которые кроме как воевать и повернутые на то, что воевать за молодое государство, они больше ничего не знают. Рука Москвы. А сколько получает ополченец, известно? Безусловно, конечно, это абсолютно не секрет. Да, вот сейчас, чтобы закончить, вот, пожалуйста, еще казус исторический. Обратите, это Углегорск. Обратите внимание, параллель, которую преподносят на лозунге. Это в честь дня Одесской трагедии. Хатынь-Одесса и потом следующая Углегорск. То есть еще и Хатынь приклеили, собственно, для них очевидно то, что, ну, российская точка зрения, что Хатынь жгли, это нехорошие украинцы жгли. Причем тоже, обратите внимание, кто идет, опять-таки, почти сплошной молодняк подростков нагнали. Причем многих подростков даже... Может быть, их действительно нагнали, вот это же тоже важно. Ну, тех же казачат уже даже не нагоняют, вот, те фотографии, что в первой подборке я показывал, и их уже, в общем-то, и не нагоняют. Тех же, вот, в Горловке есть амазонки, так называемые, они вот промелькнули в первой подборке, там половина группы девочек в Горловске стояла. Амазонки, туда даже конкурс, туда еще попробуй попади. Амазонки, это как скауты их местные, или что это такое? Ну, это не скауты, это воины. Это воины. С них готовы, в первую очередь, упор на снайперш, на наводчиц. Ну, то есть, то, чем женщины, слабый полк, к сожалению, отличился и продолжает отличаться в оккупационной армии. И сюда берут кого? Это снайперши, наводчиц. Девочки, подростки от 14 лет. От 14 до 17 лет. Хорошо, сколько стоит их работа? Значит, им подняли зарплату два месяца назад, минимальная была 17 тысяч, сейчас минимальная 20 тысяч рублей. Рубль. О ополчении зарплаты. Ну, а вот, например, на заводе, если сравнить с работником завода. Ну, администрация ЕМЗ получает у директора 110 тысяч гривен зарплат. Он их так и получает. Ну, средняя. Средняя на уровне... Меньше, чем ополченец. Так, ну, у них же хитрая система. 20 тысяч рублей на их деньги, это фактически сейчас примерно, они рассчитывают, это как 9 тысяч гривен. Да, то есть, по нашему курсу это гораздо меньше. На заводе, конечно, средняя зарплата поменьше. На том же ЕМЗ средняя зарплата, я думаю, не больше 5 тысяч гривен. Ну, то есть, выгодно идти? С точки финансовой зрения выгодно идти? Особенно, если учитывать... Ну, это же опять-таки доказательства. А на шахтах вообще... На шахтах еще меньше зарплаты. На шахтах зарплаты гораздо меньше. То есть, это опять-таки к тому, что Пантука говорил... Люди идут туда зарабатывать, по сути, зная, что сейчас перемирие, они ничем не рискуют. То есть, они думают, что многие из них идут зарабатывать для того, чтобы реально воевать. Идут для того даже повоевать и заработать. Потому что, ну, опять-таки, это не эксклюзивная информация. Для того, чтобы попасть в ДРГ на вылазку, а за каждую вылазку платят от 20 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, если возьмут пленного, ну, военного украинского, военнослужащего украинского, платят 100 тысяч рублей. Они дают взятки командирам батальонов. Причем взятка зимой была 3 тысячи рублей за вылазку, сейчас до 5-6 тысяч рублей за вылазку. В среднем вылазка от одной до трех суток. Конечно, риск убитым есть. В частности, по той же третьей мотострелковой бригаде, которая в районе Енакиево-Головки, базируется из костяка примерно 300 человек. с так называемого перемирия летнего, примерно половина костяка уже загнили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова